Доброе утро! Завтракаем. Тайсон, тебе удобно? Я с работы. Смотрите, что стоит. Смотрите, что стоит. Вот как могла Жигули здесь оказаться. Я не очень разбираюсь, какая это пятерочка, семерочка, копеечка. Номер надо будет потом замазать. Обалдеть! Она из России приехала. Представляете? 198 регион. Обалдеть! Отработала я сегодня в новом, ну как, для меня новом ВГ. Так, я, по-моему, не туда свернула. Не хожу так часто с этой стороны. Что хочу сказать? Мне в моем, в моем, уже в моем, в котором я отработала две недели, больше нравится, честное слово. Или потому что я там уже привыкла, но здесь немножко сложновато. И пациенты сложнее. Ну а так, в принципе, ничего. Добираться, конечно, не очень удобно. Вот сейчас пешком иду далеко от остановки. Там тоже далеко от остановки идти до самого здания. Это не так страшно. Лишние шаги не помешают. Только что принесли посылочку. Прям как будто знали, что я уже дома. ДХЛ привез. Это ваш машинный лицок. Ну вот я говорила, да, что сверху. Девочки, попробовала даже хлоркой. Ничего не отрывается. Просто смотрю, что за качество. Как-то на вид мне уже не нравится махровое полотенце. Я думала, что оно будет гладкое. Даже не знаю. Стоило 10 евро, да. Девочки, напишите. Они все такие? Может кто-то из вас покупал? Я просто... Ну вот уже нитки лежит. Производство Китай. Хотя написано по-немецки, да? Баум воли полиэстер. Да нет, в Германии вроде сделано. Ну ладно, что делать. Надо закрывать эту ерундушку. Мне не нравится, как она смотрится. В общем, натяну, потом вам покажу. Ну вот как-то так это смотрится. Что-то я не в восторге. Так и должно быть. Тут вообще не прошито. Она бракованная все какая-то. Назад. Однозначно. Ну что вот это такое? Да уж. Заказывала на ebay. Там, как всегда, проблематично обратно отослать. Сейчас посмотрю на сайте. Нет, не нравится. Абсолютно не нравится. До первой стирки вообще все разлезется. Ужас. А еще мы сегодня съездили закупиться. Суму, видите? Мы купили пять упаковок воды. Ну, такая дороговатая вода. Нам банги ботают целый ящик. Вон там стоит красненький. Фанта, спрай, кола. Анги бот хороший был. Сережек праздником готовится называется. Ну, в общем, все остальное, как всегда. Картошка, яйца, фрукты, овощи. И я купила очень много сладостей. Ну, как много? Там три-четыре шоколадки. Потом вот такую мелкую. Очень много манго купила. По евро сорок девять оно было. А еще купила землю для орхидей. Анги бот хороший очень был на 50%. В общем, семилитровый пакет стоит всего пять евро. У нас уже сегодня пятница. Я пришла с работы. Я что-то так устала сегодня. Прям очень сильно устала. И уже на улице темненько. Я уже, правда, и покушать приготовила. И с работы я поздно домой вернулась. Потому что по пути заезжала в несколько магазинов. Сейчас покажу, что купила. Ну, получается, в несколько, да, в три места я зашла. Это, естественно, все по времени. И потом у нас, как всегда, там пробка стоит. Долго бус ждала и автобус долго ждала. И поздно приехала домой устала. И как-то у меня что-то вот... Хотела еще что-то поснимать. Что-то вам показать, что-то рассказать. И как-то вот не получается. Завтра у меня опять рабочий день. Суббота. Воскресенье тоже. И, наверное, понедельник у меня будет выходной. Сейчас такая дурацкая система. У меня нет... Я уже, наверное, говорила про это. Что у меня там торчит такое. Что у меня нет моих планов. Который вот, действительно, закреплен за мной мой тур. Где я работаю, как я работаю. Вообще ужас какой-то. Каждый раз меняют. И нужно звонить, постоянно спрашивать. У коллег спрашивать. И потом в бюро звонить, переспрашивать. А точно ли я вот в этом месте работаю. Потому что сначала они мне сказали, что я и вторую смену должна работать. Где вот эти два дня проработала. Теперь, оказывается, нет. Выходные опять я там, где работала раньше. В общем, вот так вот все. Вот так. Мне это не нравится. Честное слово, не нравится. Хотя девчонки говорят, с которой работаешь, что там всегда так. То есть сначала тебе напишут одно. Потом тебе скажут другое. Через какое-то время опять уже поменяется. В общем, сейчас покажу, что купила. Почему была в трех местах? Потому что у Тайсона закончилась еда. И я хочу сделать заказ. Через интернет заказать ему песочек. Он там, видите, вот он дрыхнет. Да, наполнитель для горшка. Но пока оно придет, у него еды уже нет. Я купила две. Я же такая, я же не могу взять одну коробочку и пойти. Мне надо две. Ест в последнее время сейчас вот только такую еду. Вот Феликс. Не реклама, просто показываю. Потому что я замучилась уже кормить нашего Тайсона. И он у нас гурман. В плане чего? В плане того, что он кушает еду. Так, сейчас скажу, да. Что здесь, видите, соусы. Они с томатом, с морковкой, с вкусом бекона. Ну, в общем, вот такую еду он кушает. Сережины таблетки от давления. Он был, заезжал за рецептом. Забрал у врача. И нужно было выкупить таблетки. У него на завтра уже нет. Вот. Получила опять несколько заданий от мужа. Я заехала в аптеку еще. Заехала, зашла в одну. Нужно было только заказывать. Зашла во вторую. Тоже только по заказу. То есть тогда завтра только забирать. И потом вот уже по пути домой в третью добралась. Заглянула. Оказалось. Оказались таблетки. Вот он их пьет от давления. Так. И еще я была сегодня. Вот рядом с этим магазином был Фенни Файфер. Я не смогла пройти мимо. Я заглянула. Ну, в принципе, я люблю этот магазинчик. Но он, конечно, дороговастый. Могу сказать. Но зачем я заглянула? Заглянула. Не знаю даже зачем. Вернее, как я знаю зачем. Мне нужен был. Была записная книжка. В общем, когда я подошла к веточкам. И я забыла, что мне нужна записная книжка. Смотрите, какую прелесть я купила. Я еще не вытащила даже из мешочка. Вот такой вот. Свет, как всегда, у меня, конечно, здесь. Но вот такая красота. Мне очень понравилась. Всегда завидую белой зависти людям, которые умеют это делать своими руками. В принципе, что тут сложного, да? И дешевле бы, наверное, обошлось. Хотя нет. Мне кажется, эти материалы тоже стоят недешево все. Вот. Вот эту веточку купила. И вот купила себе, наконец-то, вот этот эвкалипт, который я хотела. Одну веточку взяла. В принципе, басочка маленькая. Но мне нравится, как она смотрится. Даже вместе с этой золотистой веточкой. Или я опять не декоратор. Почему-то мне хочется такого. Вот. Купила две самых дешевых деревянных лопаточки. У меня муж, когда готовит, все время возмущается. Ему нужна деревянная лопатка. Потому что я выбросила старые. Они уже прям такие запахами напитались. И были, ну, такие нехорошие, некрасивые. А он не признает силиконовые или пластиковые. Он говорит, что ему нравятся только деревянные. Ну, вот я специально для него купила. Пусть готовит называется. И еще купила... Сейчас разверну, покажу. И еще купила вот такие розеточки. У меня все маленькие. Ну, вот такие где-то оливки положить. Вот именно на завтрак, да, для нас. Не для гостей, а что-то типа такого. У меня разбились вот такие стеклянные маленькие. Одна за другой. Были маленькие прям. Я вложила половинку лимона в холодильник. И вот почему-то там, где стоит этот лимон, каждый раз про него забывают. И, в общем, падает лимон вместе с тарелочкой. С этой чашечкой и разбивается. В общем, разбились они. Они дорого стоили. По-моему, одна стоила 99 центов, наверное. Да, сейчас посмотрю. А нет, евро 19 одна стоила. Ну, мне очень нравятся. Симпатичные такие. Вот все мои покупочки. Вчерашнюю закупку я вам показывала. Это мы закупились, да, потому что я в субботу работаю. Не хочется с утра ехать в магазин закупаться, потом на работу. Поэтому мы закупились так, в четверг. Девчонки, я заказала себе зимнюю куртку. Сейчас померю. Покажу вам, как это выглядит. Ну, вот дневной свет. Потому что я мерила вечером при включенном, ну, электричестве, да, при освещении цвет совсем другой. Вот так он смотрится гораздо натуральнее. Сейчас померю. В общем, это Вера Мода. Куртка перьевая, пуховая, очень теплая. Я все-таки, все-таки склоняюсь к тому, что я ее оставлю. 119 евро она стоила. И, ну, там скидочка была. В общем, она у меня получилась за 100 с копейками. Не помню точно сейчас сколько. Сейчас померю. А вот и я в куртяшечке. Здесь очень удобно, что здесь замки вот тут сбоку. Так, поближе вам. Снизу, если в машину, да и в транспорте, если садится, расстегивается замок. Очень удобные глубокие карманы. И здесь нет замка. Потому что я всегда раню пальцы. Вот, если здесь замок, а здесь замка нет. Единственное, что мне не нравится, как вот здесь на груди. Не узко. Абсолютно не узко. Все хорошо. Мой размер. Но как-то она вот... Хотя у меня и черная куртка точно так же почему-то на груди смотрится. Я не знаю. Значит, пошив, наверное, такой. Капюшон. Посмотрите, вот так воротник закрывается. Но при этом на горло не давит. Я не люблю, когда у меня что-то там на горле мешает. Очень глубокий, теплый капюшон. Единственное, что шнурков нет. Но я думаю, что он будет хорошо держаться на голове. И что так? Что это не фокусируется? А что еще мне не очень нравится? Это вот такая ткань. Здесь, смотрите, видите? Она тоже такая шелестящая. И когда я хожу, я, то есть, вот этот шум слышу в ушах. У меня много курток, у которых вот такая тканевая подкладка. Телефон что-то сегодня балуется. И не шуршит. Ну, в принципе, мне очень нравится цвет. Какой-то такой не красный. И цвет корицы, наверное. Или кирпича. Ну, не знаю. Но очень кирпично красный, да, скажем так. Мне понравилась. Длина, в принципе, нормальная. Да, все прикрыто на остановке, если зимой стоять. Ну, вот на улице, да, в ней будет очень тепло. Потому что вот я сейчас одела, застегнула, и мне уже очень жарко. Ну, что такое? Вот прям не хочет фокусироваться никак. Когда мы уже сделаем ремонт, я куплю себе нормальное зеркало на стену. Хотя мне с этим зеркалом жалко расставаться. Оно меня стройнит. Ну, вы знаете. Ну, вот такая куртяжечка. Нелли сказала, мама, нет. Она кроме черного, белого, бежевого и серого цветов больше никакие не признает. А мне очень нравится. И что еще здесь? Мне тоже очень нравится замок. Он, видите, он заканчивается вот так вот закругленно. То есть туда в глубину подбородок тоже не царапается. Ну, в общем, плюсов больше, чем минусов. И я все-таки, наверное, ее оставлю. Здесь еще я заказывала пару джинсов. Отправляю обратно. Однозначно. И вот эти штанишки, они такие, знаете, не знаю, как их правильно называют. Это не келоты. Штаны, которые расклешены, ну, такие широкие и укороченные. Они практически до щиколотки. Но они так хорошо сидят и качество ткани хорошее. Я тоже обдумываю, оставить или нет. Ну, так покажу вам. Но сейчас их носить будет, конечно, ну, как бы прохладно. Ткань тоненькая. Такая интересная на ощупь. И вот мне кажется, что к ней все будет цепляться. В общем, я еще подумаю. Ну, штаны мне очень понравились. Штаны трубы, да, скажем так. То есть они вот такие прямые. Видите, вот в коробке только лежит. Уже какие-то пылиночки, ворсиночки. И мнется, конечно, она тоже очень. Ну, в общем, я посмотрю еще насчет этих штанов. Но они мне очень понравились, как они сидят. Я уже, в принципе, собралась. Меня Сережа повезет на работу. Я работаю в субботу и в воскресенье с пол третьего до пятнадцати минут одиннадцатого. Вот. Такая смена смешная. В понедельник у меня будет выходной. Заканчиваю этот влог, практически снятый за неделю. Берегите себя. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok